Бабичев, не стыдно? Юлька, тебе не стыдно? Ты мне жалобы бросила, ты мне страйк бросила и ходишь, хвастаешься? Ну, это нормально. Подожди, я тебя сделаю знаменитой. Не, ну это нормально насчет страйка. Заслуженный страйк? А вот вам, Бабичев, не стыдно? Я просто не могла поверить своим ушам, что вы не знаете, что в Техасе уже буквально война гражданская начинается. А вы не в курсе? Ты зря со мной связалась, Юлька. Слышь меня? Бабичев, я акула. Я съела уже таких, как ты, Бабичев, знаешь, сколько в своей жизни? Зря ты со мной связалась. Нет, это зря ты со мной связался, потому что я акула. Я в США столько людей пересудила, пересудила. И я таких, как ты, на один зуб ем. Бабичев, я таких, как ты, ем на завтрак, обед и на ужин. Что там ты хочешь? Вот ты подавишься таким, как я. Ты такой аппетитный, упитанный. Пойдешь на завтрак, на обед и на ужин, потому что ты такой наивный, добродушный. А я акула. Ты не в моем... А я акула. Ты не в моем вкусе иметь тебя на ужин. Я в плане еды, а ты, я не знаю, в каком ты плане. Юля, ты не в моем вкусе, чтобы иметь тебя на завтрак, обед и на ужин. Бабичев, ты кем работаешь? Ты признайся, кем ты работаешь? Ты шофер, или ты строитель, или ты прораб. Ты кто? Вот кто ты в США? Ты чего-то добился? Ты английского не знаешь. Это позорище. 30 лет человек прожил, живет в еврейской комьюнити. Все друзья евреи, все общество евреев. Английского за 30 лет не выучил. И ты еще куда-то там лезешь рассказывать россиянам про жизнь в Америке. Политику американскую не знаешь. Экономику американскую не знаешь. Новостей американских не знаешь. Ничего вообще не знаешь. И ты еще сидишь. Кто на тебя подписан, скажи мне? Какие недальнолевые... Я не знаю. Они тебя любят чисто за внешний вид. Какие-то, наверное, женщины экзальтированные лет по 60. Сидят у тебя в подписчиках. Бегают за мной по всем видео. И меня склоняют... Одни бабы. Какая-то Виктория. Какие-то там еще Дианы какие-то. Тора жена, может, твоя. Может, жена за мной бегает. Ну, мне было стыдно, что ты разговаривал как представитель Америки с украинцем и не знал слова Пенунцева. Давай, Бабичев, отмораживайся. Сим-сим отморозь. У него даже интернета нет хорошего на телефоне. Хоть бы план хороший купил на интернете. В 5G какие-нибудь. Чтобы можно было машине в этой задрипанной разговаривать с порядочными людьми. Нет, это же жадность какая у человека, что он не может даже купить хороший интернет. Бабичев, давай, отмораживайся. Бесполезно. Ну, пускай ловит снова. Ну, смысла нет как бы сидеть его ждать тут три года. Куда он едет? На стройку? Бабичев, ты строитель или ты кто? Или ты таксист? Или ты прораб? Кто ты у нас? Отзовись.